В этом видео я вам покажу 10 очень интересных узлов, которые облегчат вам жизнь. Номер 1. Узел удавка. Берем край веревки и складываем ее английской буквой Z. Теперь этим же концом делаем обороты вокруг остальных веревок. Делаем один оборот, второй оборот накрест и еще два. Свободный конец продеваем в петлю. Теперь затягиваем ее с помощью рабочей петли. Получилась у нас очень надежная затягивающая петля. Такой узел очень удобно крепить к различным предметам. Например поднять или опустить бутылку, банку, бревна, практически любые предметы. Номер 2. Узел бочечный. Таким узлом активно пользуются высотники для поднятия различных грузов. Кондиционеры, бочки, ведра и так далее. Кладем предмет на веревку и обвязываем его самым обычным узлом, которым завязываем шнурки. Теперь петлю узла растягиваем на стенки предмета и затягиваем. Ну вот, предмет очень надежно зафиксирован. Ставим еще одну банку на предыдущую и затягиваем ее таким же самым образом. Таким способом можно поднимать неограниченное количество одинаковых предметов. Номер 3. Разновидность бочечного узла. С помощью веревки делаем две петли. Одну маленькую, другую большую. По центру ставим, например, ведро, у которого поломалась ручка. Большую петлю накидываем на ведро, продеваем ее в маленькую и обратно перекидываем через ведро. Теперь вот таким образом мы просто затягиваем наш предмет. Ну вот, таким простым способом можно очень надежно зафиксировать предмет для дальнейшей его транспортировки. Номер 4. Узел встречный. Таким узлом можно скрепить две веревки одинакового диаметра. На конце веревки вяжем обычный узел. Другим концом веревки навстречу мы просто повторяем рисунок узла. Тянем за два конца веревки и утягиваем узел. Получился у нас очень крепкий и надежный узел. Также к нему желательны контрольные узлы. Номер 5. Узел констриктора. По центру веревки делаем закрытую петлю. Теперь с нее делаем две петли. Получается у нас вот такая вот восьмерочка. Теперь таким способом складываем эти две петли в готовый узел. Особенность этого узла в том, что после его затяжки в обратную сторону этот узел уже не растянуть. Такой узел можно с легкостью применить, например, вместо наручников. Также очень удобно этим узлом затягивать мешочки. Номер 6. Узел срединный проводник. У этого узла очень много предназначений. Сейчас я вам покажу один из них. Представьте ситуацию, что вот в этом месте у вас потерлась веревка. Соответственно, нагружать ее через это место нельзя. Складываем веревку пополам и делаем оборот на 360 градусов. Складываем веревку еще пополам. И потертую часть веревки продеваем вот в эту петлю. Теперь затягиваем узел. Вот так у нас должно получиться. Если потянуть за два конца веревки, как видите, потертый конец не будет принимать на себя нагрузку. Также с помощью этого узла можно нагружать веревку в три стороны. Номер 7. Пожарная лестница. В левую руку берем конец веревки. Правой рукой делаем захват и петлю фиксируем в левой руке. Таким же самым образом повторяем со всей бухтой веревки. Теперь конец веревки продеваем в петлю и смотрим, что у нас получилось. Как видите, по всей длине веревки у нас образовались узлы. С помощью такой лестницы можно спуститься с дома, вытянуть машину или человека. Номер 8. Узел булинь. С помощью этого узла можно очень быстро и надежно закрепить веревку на какой-то опоре. Концом веревки с правой стороны делаем обнос вокруг опоры. На той веревке, которая будет брать на себя нагрузку, делаем вот такую петельку. Теперь в нее же продеваем середину веревки с нагружаемого конца. Получается у нас еще одна петелька, в которую и проденем свободный конец веревки. Теперь затягиваем узел. Также обязательно нужно сделать контрольный узел вот на этой веревке. Получился у нас очень быстрый и надежный узел. Номер 9. Быстро развязывающийся узел. Концом веревки делаем обнос вокруг опоры. На этом же конце веревки образовываем петлю. И в эту петлю продеваем середину этого же конца веревки. Формируем и затягиваем узел. Также конец веревки нужно застопорить в петле. Этот узел можно применить, например, в том случае, если нам нужно спуститься с какого-то объекта и с собой забрать эту же веревку. Если к этому концу веревки привязать тонкий репшнур и потянуть за него снизу, то мы сбросим за собой веревку и сохраним ее. Номер 10. Система полиспаста. За счет данного способа мы сможем увеличить собственные усилия более чем в два раза. С помощью этого полиспаста можно вытянуть машину, если не хватает сил, или поднять очень тяжелый груз. Конец веревки фиксируем на грузе. Примерно посредине веревки вяжем узел срединный проводник. Противоположный конец веревки заводим за опору, например, за дерево. И конец веревки продеваем в петлю. Если потянуть за свободный конец веревки, мы умножим собственные усилия ровно в три раза. Если, конечно, не считать силу трения. Теперь, как вы видите, я без особых усилий поднимаю эту бутылку одной рукой. Вот, в принципе, и все. Если вам понравилась эта подборка, поделитесь с ней друзьями, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, кто этого еще не сделал. До новых встреч!